Друзья мои, всем огромный привет, всем здравствуйте, меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. Я сегодня надела уже свою типичную для слепых затестов кофточку, короче, такая рубашечка у меня, шелковая, и я ее обычно ношу, когда делаю слепые затесты. Так что вот, как я уже сказала, нас сегодня ждет очередной выпуск слепых затестов, я очень тому рада, потому что всегда эта рубрика рождает какие-то новые открытия для меня уж точно. Я очень надеюсь, что сегодня будет выпуск, не исключение. На губах у меня помада, которую я обожаю, это бомбическая просто линейка от Maybelline, бюджетных Maybelline. Как это обычно водится, все самое лучшее снимают с производства. Короче, друзья мои, они не просто сняли, они перевыпустили, и теперь они выглядят вот так вот, у них такое омбре из черного в такой вот карамельный цвет. У меня оттенок, подскажите мне, 799, такой вот коричнево-шоколадный нюд, мне очень нравится, для брюнеток с карими глазами. По-моему, очень идет, подходит, делает образ мягким. Хотя обычно, да, есть такой стереотип, что коричневые помады старят, ну не знаю. Упала. Не старят. Все, друзья мои, давайте начинать, потому что мне очень интересно. Спасибо моим дорогим зрительницам, кто продолжает мне слать липые за тесты, я очень этому рада, спасибо. Давайте начинать. У нас сегодня будут, кстати, фиолки намазом. Это что-то гурманистое, это что-то вкусненькое. Это какие-то ванили, бобы тонка, может быть, почули шоколадные. Одновременно мускусный аромат, цветочно-мускусный, такой вот освежающий и теплый, за счет ванили, такой вот гурманистой основы, я бы так сказала. Классный, интересный аромат. Мне кажется, это что-то небюджетное, но и не супердорого. Какая-то, знаете, такая бюджетная ниша, я бы так это назвала. Что-то типа, знаете, трусарди вот этих вот их гурманских собачек. Ммм, очень приятный, сладкий, согревающий аромат, я бы такое с удовольствием носила зимой. Да, мне нравится такая ванилька, я вообще что-то в последнее время очень сильно люблю ваниль. Что же это такое, потому что моя гурманистая душа такое любит. Это собачка трусарди. Мы начали уже сразу с угадывания. Это Виа де ла спига трусарди. Это собачка про яблоко, медовые ноты, медовые соты. Медовые соты, бергамот, бобы, тонко, гелиотроп, мускус, боярышник. Ой, Таня, молодец. Номер два. Давайте нанесем на пальчик, на мизинчик. Ой, да, я помню, это какой-то фужерчик. Зеленых нот очень много, может, это какой-нибудь гелиотроп, либо этот, не лабданому, как он называется, зеленый, гальбану, может быть. Знаете, такой вот прям аромат свежий, вот выросший, такой вот травочки на лугу. Она такая сочная, такая мягкая, и ты преисполненный, такой утренний, бежишь своими ножками голыми по этой траве. Красивый, свежий аромат, я бы носила его утром после душа. Прекрасно. С таким ароматом начинать свой день. Ой, красивый зеленый аромат для любителей травных, травных зеленых ароматов. Может, инжир какой-нибудь есть еще здесь, не знаю. Так, уже вижу, что это Джо Малон, фиг энд лотос. Друзья мои, инжир, инжир и лотос. Действительно такой свежий, да, зеленый, хрустящий аромат. Я люблю, кстати, ноту лотоса. У меня есть не самияки, люди сэй, боже мой, какой там красивый лотос и дыня. А это лотос и зеленая трава. Красота на утро идеальна. Кстати, унисекс. Я бы с удовольствием вдыхала этот аромат с мужчиной. Задали мы с вами быструю такую, да? Высокую планку, быструю. О, это что-то вау. О, это что-то арабское, восточное. Это Аладдин. Аладдин на этот раз богатый. Он летит на своем ковре-самолете. И у него тут, значит, и бальзамы, и смолы, и финики, и, значит, и спецы. И у него все здесь есть. Это восточная сказка. Сладкий, бальзамический, смолистый, специевый аромат. Амбра, однозначно. Обычно восточные ароматы завершают всю роскошь, да, каким-нибудь удами. Ну, удов я тут не чувствую. Это хорошо. Это, знаете, арабский, восточный аромат без перегиба. Тут, значит, у меня скотч со всех сторон. Не подъедешь, не подойдешь. И это Back to Paris Айзенберг. Это розовый перец специи. Это бергамот, мандарин, черная смородина, ревень. Это фиалка, роза, жасмин, ирис. Ваниль, мускус, пачули, бобытонка, кедр. Какой насыщенный, какой богатый по пирамиде аромат. Ой, как красиво. И раскрывается, знаете, вот что-то вот действительно такие сухие пачули. Теплый, пряный, мгм, арабская ночь. Следующий ароматик номер four, number four. Так, у меня тут стоит звездочка под этим ароматом, что мне очень понравилось. О, господи, какие прекрасные свежие белые розы. Свежайшие, просто охапка свежайших белых роз, которые ты тащишь на первое сентября в школу. Белые розы, хрустящие у них, они такие молодые, у них еще стебли такие плотные, наполненные водой. Листочки зеленые. Шипы вот эти вот остренькие. Ой, как красиво. Такой какой-то, знаете, родной сердцу аромат. Я помню, что каждое первое сентября моя дорогая бабушка нарезала с любовью выращенные розы на своей даче. И я приезжала к ней за букетом и несла его на следующий день в школу на первое сентября. Аромат дачи моей бабушки, любимой Идочки и Дончик. Целую тебя. Если ты смотришь мое видео, целую, скучаю, скоро приедем. Пахнет тут и почули, и вот зеленью травы, и землей, и цветами, вот этими вот свежими дачными розами, такими кустовыми белыми розами. Что там еще было у бабушки на даче? Трава, дымокур от комаров, цветы, фрукты, ягоды. Ой, прекрасное было время, очень классный аромат, освежающий, то есть это что-то такое зелено-свеже-цветочное. Это, о боже, это базилик, базилико, базилико феллини Вильгельм парфюмери. Знаю, такое не любите, но это мое парфюмерное я, это очень красивое парфюмерное я, скажу я вам. Базилико феллини, капец, это базилик, это петахая. Мы, кстати, в Таиланде ели этот фрукт, он похож на киви. Но он не кислый, а какой-то сладенький такой. Инжир, фиалка, зеленая трава, сено, ветивер, дымокурчик, вот он, это сено и ветивер. Капец, ни одной розы тут нету, а пахнет белыми розами. Как красиво, божечки мои, идеально будет носить летом, вы знаете, на жаре, на зное, такой ранней осенью еще здорово носить. Красивые, красивые белые розочки. Аромат номер пять. Опа, иди ко мне, иди к мамусе. Ух ты, я вот одобряю, знаете, когда слепые затесты, это некие американские горки. От свежести к гурманике, от гурманики к фужеру, от фужера к арабским ароматам. О, это пахнет попкорном горячим, это пахнет карамелью горячей. Я говорю, маннистая душа, мне чем сильнее пахнет чем-то вкусненьким, тем лучше. Кстати, ну вот многие люди считают, что, ну это не клево пахнуть там шоколадной конфетой. Я еще считаю, что это супер, когда девушка пахнет, значит, там вишнями сладкими или шоколадными конфетами вишневыми, ну что-то такое. А это ореховые конфеты, ванильный, мускуса чуть-чуть есть. Ой, гурманика махровая. Это, знаете, я бы посоветовала носить этот аромат, этот аромат на свидание, потому что он провоцирующий. Он провоцирует съесть носительницу этого аромата. Так, мне кажется, это что-то недорогое, типа, знаете, мантали, потому что мускус есть такой достаточно яркий. Это мансера, ну почти манталь. Это мансера уайлд кэнди. Фруктовые ноты, шоколад, бергамот, лимон, франджипани. Не пахнет франджипани. Мы когда были в последний раз в Таиланде с ребенком, собирали эти цветы франджипани, они сваливались с дерева на пол, и мы их вот прям свеженькие брали с травы и вдыхали, и такой, знаете, жирный тропический аромат. Вот, но здесь что-то я его не слышу. Ваниль, белый мускус. Слушайте, я сегодня просто в ударе, вы понимаете, какие прекрасные слепые затесты. Так, значит, ваниль, белый мускус, древесные ноты и соль. Ой, какие конфеты. Попкорн. Реально, я же сказала попкорн, потому что соленый попкорн. Солено-сладкий. Ой, как красиво. Если вы любите ароматы попкорна, попробуйте. Номер шесть. Так, на вторую руку буду уже наносить. На это и места уже кончились. Ой, грушей пахнет. Грушей чем-то... Ой, чем-то не очень приятным. Черт-таки с сеном или с седлом. С седлом лошадиным. Божечки, это какая-то пудра фиалковая. И что-то не очень приятное. Какая-то грушевость, пудровость, и что-то не... Что-то... Что-то не алло какое-то. Ну, это реально сено, это лошади. И... Лошадиный загон. Мне кажется, это что-то по-любому нишевое и дорогое. Потому что, ну, не каждый, да, осмелится для своих композиций седло-седло накладывать в парфюм. Я, кстати, к слову, однажды попробовала аромат с какао гелиотропом. И с такими вот туалетными пачулями, которые пахли вот прям общественным туалетом. Это был Лайла Клафф от Амуаш. Я помню, что очень многие люди его, ну, восторгались им, любили его, потому что он такой красивый, роскошный. И мне очень интересно было попробовать. Я помню, в Ривгоше его вдохнула, и капец, меня с ног сбили вот эти вот туалетные пачули. Это был капец какой-то. Ну, это что-то цветочное, это что-то мускусное, пудровое, однозначно фиалки, либо ирисы. И, блин, седло. И лошадиное седло. Нет, я не хочу такое носить. Мне не нравится. Я люблю, когда девушка пахнет приятно. Так, это... Боже мой, это тоже Амуаш! Это Амуаш Love Mimosa. Какое-то слово странное. В общем, что-то каскадер. Так, лист фиалки, корень ириса, мимоза, груша, парадизон, гелиотроп, амброксан и ланкалан. Короче, половину угадала, а потом желтоцветочность мимозная, пушистая, пыльная. Откуда седло, я не понимаю. Откуда седло лошадиное? Мимоза, что ли, такое дает? Ну, нет, нет. Я поняла, что Амуаш это не мое. Аромат номер семь. Ой, это что-то очень милое. Это прелесть. Это прелесть во флаконе. Холодные такие цветочки. Цитрусы такие легонькие, бодрящие. Вот знаете, обычно такое дает бергамот. Такую вот свежинку, горчинку цитрусовую, свежесть. Это цветы, бергамот, мускус. Мне даже кажется, тут какие-то почули мои любимые есть, но мускуса очень много. Прям овердос. Ведро, ведро, мускус. Аромат цеплять парней на парах. Вот это просто миленько. Это для юных дев, которые учатся, которые только вступают в эту взрослую жизнь. И вот надо носить этот аромат, чтобы цеплять парней. Я своего цепанула, мне уже не надо. Мне кажется, это что-то недорогое. Это у нас Тиффани. Тиффани энд коу. Роуз гол Тиффани. Это черная смородина. Кислинку дает не бергамот, а черная смородина. Голубая роза. Голубая. Голубая луна. Значит, ирис, мускус и омбретто. Мускуса очень много. Фруктовость, да, вот эту вот кислинку и фруктовость дает черная смородина. Люблю, кстати, ноту черной смородины, но вот отчетливо здесь я ее так не слышу. Роза, ирис, мускус и омбретто. Ну, дорогие мои, ну это реально аромат для юных дев. Такой розовый, цветочный, фруктовый. Ну и цепляющий, цепляющий на удочку. Ой, все, я вспомнила. Это душнила какая-то. Это цветочная душнила. Очень много цветов. Очень аромат такой насыщенный. Прям аж дышать в нем невозможно. Прям такой, ну душнила. Короче, все. Мне пахнет лилией, такой вот озером. Лилией, может быть, лотос здесь, да. Знаете, знаете, жасмином. Как будто вот огромное количество цветов собрали с плантации и вывалили в какое-то озеро. И вот эта гора лежит уже один день, два дня, три дня. Лежит и уже такая, знаете, мутная вода стала. Не первой свежести. Каких-то особых ягод, фруктов я тут не чувствую. По мне так вообще моно-цветочный аромат. Я, как вы знаете, не цветочница. Я люблю разбавлять цветы фруктами. Я люблю разбавлять цветы какими-то конфетными, такими нюансами. Не, это прям такая цветочница. Это владелец цветочного магазина. Давайте смотреть. Это у нас барабанная дробь. Аква-аллегория флора сальваджия от Герлин. Водные ноты. Господи, сегодня просто мой день. Водные ноты. Фиалка, дыня. Полевые цветы. Солнечные ноты. Божечки, что такое солнечные ноты. Цветок апельсина мой любимый. Не чувствую. Фиалка, ирис, белый мускус. Очень много мускуса, воды, озерцо, в котором много цветов. Жасмин, да, цветок апельсина, фиалки, полевые цветы. Ой, мускусный капец. Я бы вообще, вообще бы никогда не сказала, что это Герлин. У Герлина какая-то вот своя особая ванильность, своя особая цветочность. Это вот не похожая на нее. Флора сальваджия. Даже называется, да, флора. Цветочки идут мимо меня. И последний аромат. Сегодня 9 ароматов, а не 10, как обычно. Давайте вот сюда пожирнее нанесем. Это что-то на элегантном. Это что-то на таком французском. Это 3 франции. Такой аромат старый классический в школе. Это очень элегантно, это роскошно, это что-то острое. Это может быть герань, это может быть роза, почули. Это сладинка какая-то, листочки черной смородины, либо сама черная смородина. Фруктовый нюанс однозначно есть. И что-то острое, древесное. Похоже на мох. Как будто бы это фруктовый шипр. Ой, какая смородина красивая. Представьте, если это не смородина. Если вы любите ароматы черной смородины, обратите внимание, божечки, натуралистичная, сладкая, сочная. Такая яркая черная смородина. И по-моему, мох дубовый. Мой фавор, просто за сегодняшний слепой затея. Скорее, иди ко мне, иди к мамочке. Боже, я бы носила его всегда. Я бы носила его осенью. Так, не открывается. Не хочет к мамочке. Я бы носила его осенью, весной, всегда, зимой. Наверное, красиво будет эта черная смородина. Так, тут какое-то письмо целое. Этот аромат я создала сама на парфюмерном мастер-классе из готовых аккордов. Верхние ноты, трава гордения, черная смородина. Невероятно красиво. Сердце, цитрус, жасмин, ландыш, база, почули, дубовый мак, боже мой, мускус. Извините меня, я сегодня просто псих. Хотела создать бабушкин летний сад с кустами черной смородины, моя ты рыбка. Это оно, это оно. Но добавила слишком много мускуса, и мне слышится очень сладкая, душная трава. Нет, не слышится сладкая, душная трава. И почули слышится. И как будто бы вот острый дубовый мох. Обожаю. Прекрасно. Я подумала, это классический, красивый, французский аромат. Респект и уважуха. Как думаете, такое можно носить? Боже мой, дайте мне 5 литров. Расскажите, что за парфюмерное место, где делают ароматы. Я тоже хочу сходить. Я хочу сходить. И знаете что? Вот мне сейчас только что до меня доходит, как будто даже елочкой какой-то пахнет. Еловой смолой. Класс. Все, супер. Друзья мои, вот такое вот сегодня получилось эмоциональное видео. Эмоциональные слепые затесты. Я просто вся горю. Я просто горю. Давно у меня такого не было. Я вся, понимаете, вся в огне. Друзья мои, если у вас вдруг появится желание прислать мне свои любимые ароматы, свои ароматики в слепых затестах, либо просто так, обязательно присылайте. Для меня это огромное счастье и удовольствие это все тестировать. И открывать для вас какие-то новинки, открывать для себя какие-то старинки. Короче, я обожаю слепые затесты, с огромным удовольствием их делаю. Все, друзья мои, вот такое вот видео получилось. Я с вами потихонечку начинаю прощаться. Обязательно напишите, какие из этих ароматов есть у вас, как они вам. Согласны ли вы с моим мнением вот таким вот быстрым? Я безумно довольна. Всем огромное спасибо. Жду от вас, как всегда, лайки, комментарии. Пишите вашу обратную связь. Я ее очень люблю, отвечаю, всегда читаю перед сном, набираюсь вот этого вот позитива, чтобы мне снились добрые сны. А то вот что-то в последнее время какие-то ужасы мне снятся. То зомби за мной, блин, гонятся, то мне кто-то хочет съесть, то какие-то гранаты. Боже, это вообще... Мне надо снимать... Нет, нет. Мне надо писать сценарий, блин, для фильмов ужасов. Короче, друзья мои, простите, я сегодня... Я сегодня тю-тю. Я что-то разошла сегодня. Не могу сдерживаться. Все, друзья мои, огромное всем спасибо за внимание. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok